Иван Сергеевич, вот сейчас вам поступил звонок, что случилось? Саша, да что случилось? Я тебя, видишь, позвал снять подготовку к новогодним мероприятиям, а на выходе имеем, как обычно, начало вечера и начало обстрелов, начало ведения боевых действий. Что-то украинская армия решает, как только темно, можно начинать баловаться на линии соприкосновения, вы же видите. Сейчас поступил звонок, пока не готовы ответить, что там случилось. В районе 6-7 повреждена за провод, не пойму пока от чего, сейчас разберемся, что-то поедем. Так что, к сожалению, праздничные съемки у нас с тобой не получаются. Получается, как обычно, выезжаем на бесконечные обстрелы, которые сейчас каждый день. Хотя, не знаю, дня три было тихо, ничего не было. Может, хуб повлиял, не знаю. Сегодня вот день достаточно насыщенный был в Сашштате. Сейчас же, в принципе, уже достаточно глубокая ночь, уже 12-й час, поэтому... Вот и только сейчас привезли, кстати, погибшего нашего, который позавчера погиб в Майорске, которого убил украинский солдат на блокпосту. Мы по поручению, кстати, главы республики взяли полностью. Город на себя взял мероприятие по похоронам. В воскресенье будем его выдавать земле, по христианскому обучаю, дома. Супруга за ним съездила. Так что, Саш, не дают нам украинцы отдыхать, не дают готовиться к празднику. А, впрочем, как и тебе. И также не дают готовиться к праздникам орловчанам и жителям. Такие дела, Саш. А как вообще ситуация, вот за эти три дня, которые были тихо, получилось ли, как бы, там, заняться городом, может быть, прифронтовыми территориями? Саш, ну, смотри, Орловка, вообще, у нее нет понятия серой зоны, красной зоны, раздельной. Орловка вся красная зона, вся она подвижалась обстрелом, кроме там, пожалуй, немножко поселка Аргентина. Сейчас, вот, центр города, слава богу, уже месяцев пять не прилетал. А на украинах обстрелы идутся постоянно. Это 6-7, это и широкая балка, это и Зайцево, и вот Гагарина две недели назад, если помните, было повреждено 26 домов. Украина не смотрит на то, что вернулись люди, на то, что горловка практически полная. Это не так, как было еще год назад. Продолжают стрелять. И хочу вам сказать, что вот, ну, может быть, три дня нам дали более-менее спокойно пожить. Но для нас по-прежнему остается не то, что головной болью, а нашей бедой. Мы не можем восстановить электроснабжение части поселка Зайцево. В части поселка 6-7 не можем восстановить. Вот, видите, вот, горловка в пол одиннадцатого ночи, без пятнадцати, а уже сколько машин люди ездят. Стараются домой попасть, к комендантскому часу. Это лишняя ариентурация того, что сколько людей сейчас в городе. Поэтому не дают они нам расслабляться. Даже вот свежий пример, мы ездили буквально недавно в Конрадинку проводить урок патриотизма школы. И что мне рассказывать детям, если в момент того, как они рассказывают о патриотизме, о героизме, о героях, в это время идет за окном обстрел и идет стрелковый бой. Дети это сами знают, у многих родителей в ополчении, у многих родителей ранен, у многих мамы в ополчении. Вот так живет горловка, не сломленная горловка, герой город, я считаю. Горловчане герои, которые изо дня в день преодолевают эти трудности, трудности связанные, конечно же, с отсутствием работы, то же самое. Потому что практически невозможно остальных предприятий, которые находятся на линии соприкосновения. Хотя горловчане готовы работать, они это понимают, они патриоты своего города. Так что, Саша, знаешь, я тебе честно скажу, я очень доволен, что я сюда попал. Это особенные люди, горловчане. Кроме того, что они патриоты, ежедневно день за дня работают на процветание горловки, они еще и очень честные, открытые, которые всегда говорят правду, и это не может не радовать. Так, сейчас мы заберем газовщиков и едем дальше туда на обстрел. Угу. Угу.